Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мне захотелось порадовать вас не просто рыбалкой, ребят, а подводным миром. Да, мы так редко бываем действительно в подводном вот именно мире. Давайте нырять. Ах, туманная лагуна. Сколько приятных воспоминаний у меня связано с ней. Так, хватит мечтать, пора за работу. Полезай в воду и осваивайся. Хе-хе, костюм не дырявый, где есть, блин. В общем, мы будем искать сокровища. Нам не говорят, собирай все, что кажется тебе ценным и годным на продажу. Это мы можем достичь цели, а еще где-то там был контейнер. Если не попадется, посмотри, нет ли в нем каких-нибудь сокровищ. Не волнуйся, мы никого не грабим, мы просто чистим подводный мир от того, чему там не место. Ты делаешь очень важное дело. Только давай, побыстрее, ладно. В смысле побыстрее? Нас что, подгоняют? Нажмите любую кнопку. Вау, ребята, туманная лагуна считается одним из самых приятных мест для погружения. Такой репутацией она обязана теплой и спокойной воде. А также красивейшему коралловому рифу, который, впрочем, сейчас находится прямо под нами, где там. Коралловые рифы часто называют джунглями моря, дающими жизнь одной из самых сложных экосистем на Земле. Они занимают суммарную площадь около 300 тысяч километров в квадрате, что составляет менее от 0,2% площади мирового океана. Окей. Контейнер нам показали, кстати, я что-то не запомнил. Сильно-сильно отвлекли. Вау. Добро пожаловать и групповой номер симулятора лавинга. Ммм. Вы можете посмотреть, изменить команду управления, меню паузы. Все, ладно, отстань от нас. Давай искать сокровища. Не отпускает нас игра. Фонарик на АТ. На АК. Ф. Это взаимодействие. Счетчик предметов. Это G. Всплывать на пробел. Ускорение. Нырять на контрол. Нырять на контрол. Шифт. Ускорение. А мы не можем вот так вот плавать? Да, мы можем за мышкой плавать. Ууу, как все плавно. Обалдеть. Ой-ой-ой. А что нас так развернут? Что мы так криво как-то? Давай стоим. Я не могу понять. Стоять, 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 стоять. Вау. Какой-то нереальный эффект. У меня аж голова загружилась уже. А на самом деле все нормально. Опа, ребят. Это ракушка прикольная. Ой-ой-ой, я ударился. Урон получаем. У меня еще все. Подбираем ракушку. Я вижу много чего еще интересного. Замечательно. Вы только что взяли свой первый предмет. Прекрасно. Профессор, отстань от нас, пожалуйста. Меня одно смущает. Все, я понял, как выравниваться. Это больше игра для геймпада. Но так как, блин, и сколько урона мы получаем, ребята. А что нас бьет? Эх. Тихо, Господи. Морские ежи. Надо быть все аккуратнее. Да, немножко, ребят. Я думаю, что если мы как-нибудь вот так вот. А-а-а. Сейчас наткнусь опять на морского ежа. Очень сложное управление. Но будем привыкать. Будем привыкать. Хе-хе. Погнали собирать. Вот это выглядит реально как настоящее сокровище. Причем очень крутое. 25 экспириенций мы получили. Шикарно. Вот и контейнер, кстати. Он нам попался, как ни странно. Какой-то пистолет, что это было. Угу. Есть. Замечательное. Эко-пушка. Отличное оружие для борьбы за чистоту подводного мира. Это хитроумное изобретение. Испускает ультразвук определенной чистоты. Разлагающие загрязнения некоторых других объектов. Окей. Кроме того, эко-пушка можно использовать для опугывания хищников. Пасти хищников. Мне про хищников никто не говорил. Тихо. Главное не врезаться. Ребята, что-то новенькое. Я как будто на космическом корабле летаю. Управляю. Мне так захотелось что-то космическое поиграть на самом деле. Да, ребятки? Капец как сильно. Боже, я получаю урон абсолютно от всего. Погнали, ребят. Мы оплывем его с другой стороны. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти ребята на реке так крутая штука на самом деле а все вот так вот все просто было просто забыть кошечки кошечки надо очень плавно двигаться чтобы не получать по щам из детей к нас есть какие-то показатели воздуха что типа того чтение вы получили по волнуешь скайнеру не используйте чтобы обнаружить и отмечать все достойные внимания предметы вокруг себя камер обнаружить не только интересные предметы но и загрязнение окружающей среды отлично хорошо будем знать да блин сколько урона я получаю я скоро сдохну надо быть осторожнее ребят морские ежи меня так подамажили вначале думаете мне морские ежи там и вся чувствовали вообще шикарно и великолепно вижу еще какую-то ракушку я думаю что мы соберем да шикарно это конечно не самая лучшая игра продавим другие играл управление интересное ой привет красавчик это это морская тюлени типа доброго ладно я ладу ладу зори ребят я не помню как это называется и община и многих не морская корова это почек часу дарюсь эти подберем надеюсь никому плохо не станет от такого геймплея урон опять получаю ребят на чего тихо 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 давайте аккуратно плавать немножко медленнее вот это мне интересно эта штука если мы медленно подплываем то урона мы не получаем как ни странно вот это большая красивая ракушка считаю что вот она нам как раз нужно лично тихому урон только разгоняюсь и начинаю получать урон собираем просто пока ракушки какие-то может еще что-то нем интересно у меня очень мало хп поэтому я наверное ребятки буду в скором времени да просто потихонечку уже выплывать на поверхность не знаю сколько мы собрали и зачем мы вообще это делаем принятия не имею кстати как управлять каким-то сканерами и чем-то таким тоже у меня много вопросов поэтому gzz сканер назад офигеть подсвечивает ценные предметы желатным цветом а мусор и загрязнение зеленым а опасности красным хорошо супер то есть это опасности да то есть эти ракушки это опасно что самое интересное действительно ракушек здесь очень много вот это например загрязнение до который можно собрать типа тихо 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 я так понимаю да но я не знаю чем мы собираем то что нам принципе не надо да давайте куда-то пока подплывем вот например вот эта лодка да я считаю что вот из таких лодок вполне себе может быть что-то интересное давайте сканером проверим может где-то вот здесь снизу прям под лодкой не там ракушка лежит какая-то или это не не ракушку эти посмотрим просто поплывем посмотрим да да это ракушка хорошо но это коралловый риф достаточно опасное место на самом деле достаточно опасная нынче разберемся действительно быть аккуратнее чуть-чуть куда поплывем след из ракушек вижу хорошо ракушки пока подбирать не будем не интересно абсолютно видите как много-много чего есть но не так много чего-то прям супер интересного до этого эффекта плавного знаете очень странно выглядит сразу говорю эта игра так чувствуется ps у меня стабильный очень высокий и все должно быть хорошо но сервисе точка входа какая-то точка входа у нас есть и могу понять что у нас там она у нас он заканчивается флотов мало кислорода вас осталось кислорода всего на одну минуту если вы не успеете всплыть и все собраны это будут потеряны понятно а результат игры собранных предметов только при всплытие ну тогда займемся тем что мы будем всплывать как спыть мало кислорода стоп настройкам управление эти как управлению передвижение понятно нырять всплывать пробел пен влево клин прав взаимодействие ускорения сканер фонарик забрать нож лечение отпугывание кучу лучи щечек предметов на джин не могу нажать с этим выпал мод какой-то выпал мод я хочу просто всплыть и тугующий луч лещерный луч но ускорение взаимодействие крем вправо клин лево ныряет всплывает движение назад же не придет лево прямо ну всплывать на пробел можно взаимодействие наш до взаимодействие надо было нажать все я перестраховался проверил купки на всякий случай отлично суши мы почти подняли вторую уровень шикарно собрать 12 предметов нырнуть еще раз или выход главный меню хочу нырнуть еще раз подняться на поверхность нужно между прочим хорошо что нам расскажут в этот раз мне кажется что-то интересное должно происходить в любом случае это загрузка очень долго так все мы загрузились продолжить в принципе можем исследовать территорию я заспавнился в том же месте или нет вот еще интересно а ну-ка ценности никаких я не вижу у меня есть 10 минут поплавать поискать что-то прикольная давайте смотреть ломки шлюпки какие-то подождите стойте здесь обломки шлюпки не вижу обломки шлюпки никакие давайте потихонечку двигать потихонечку двигать куда-то куда-то двигать потихонечку интересные места нижних прям интересных между здесь у нас тоже никаких не ценностей ничего такого нету мне было бы интересно осторожно слишком быстрый подъем вызываешь декомпрессию чтобы избежать потери драгоценного кислорода остановитесь и подвести по разным прессе исчезнет медленно продолжайте подъем 10 а что путь и компрессия все в принципе декомпрессия больше нету отлично не компрессия больше нету хорошо давайте сканировать будем сканировать будем пока только ракушки вижу какие-то из такой да неинтересно особо а быстрый подъем нам не надо мы же плывем просто плывем мы не поднимаемся никуда ничего такого 10 детей как кислород начал уходить что это было на этот край карты а там говорил что типа здесь есть край карты или может такое задание есть просто плаваем не ищем предмет и пойдет здесь эти ламантины короче плавают на такое типа знаете ребята пока ничего интересного я не вижу вот что интересно это точка входа понятно смотрим по точкой входа я пока ничего интересного не вижу только какие-то ракушки и так далее то есть желтым цветом никаких сокровищ у нас не подсвечивается как ни странно как собирать аккуратно просто урон отличный урон у нас абсолютно всего надо очень медленно аккуратно плавать да ребят ну понятно дело что получится тут носить как-то видите я даже на маленькой скорости получаю урон того что просто под об дно труси возможно на геймпаде было бы играть намного удобнее возможно конечно никто об этом не говорит никого в этом не уверен на самом деле дают целиком я думаю что если что-то интересное на локации и есть то оно должно быть где-то вот здесь устретесь из такая типа затуха давно с кораблем совсем вот этим вот здесь вот уже более менее интересное место но опять же мы здесь уже все видели да ребят много здесь морских ежей надо очень аккуратно плыть да давайте оба шри ты виды рыбы есть по-любому само собой все такое а я думаю что стоит искать где-то вот здесь смотрите вот здесь много кораллов да ну-ка ну-ка не пока ничего интересного прям не вижу здесь может интересно быть как у кора рабушки да и все пока только рабушки да и все тихо 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 сейчас урок получил не не получил урон этот раз еще странно на самом деле что урон не получаю то получают не получаю вот сейчас получили а если буду просто тереться об но не просто обновим труси нормально вот вы здесь всем и классный до срезами что-то с 1 собирает ищет 1 что-то непонятно что ну тут и глазами видно что ничего интересного нету вон там еще какая-то штука которую я бы хотел собирать будем затормаживать нормально а возможно чтобы на другую локацию отправиться нам надо выйти в меню давайте не разберемся с этим всем окей будем всплывать медленно аккуратно стоим машиной разумеется или компрессия пошла у нас хорошо все ладно и мы все добились чуть-чуть уровня понятно держите его для меня второго надо разбираться ребятки давайте да судя по меню хи у нас еще закрыта про локации вот сверху видите замочки этим замочкам понятно что здесь локации у нас находится какие-то и мы сейчас находимся в туманной лагуне давайте еще законом up на второй уровень и посмотрим что будет ребят активировал какую-то капушку и пишет основной режим и капушки предназначен для очистки подводных обитателей от загрязнений используя капушку вы можете собирать предметы понятно я просто заплыл в какую-то нереально прикольную пещеру причем заплывать сюда надо как-то вот необычно типа вот разворачиваться как-то блин час урон получил вот я не вижу что кто-то надо было очищать от загрязнений да вот типа разве что может помочить как-то этих морских ежей там типа и капушкой стоять стоять сейчас режусь тихо 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 ну ребят я честно говоря уже сделан максимальное количество всего я собрал уже все что можно данной для локации все что нельзя на деснаю что наверное забыть обратно сюда не запретишь это блин я не знаю где-то попадал да в обычном режиме понятно ладно давайте всплывать смотрите я очень много всего собрал ребятки 37 37 предметов если бы точно давайте 2 давай почти третий уровень сделал я почти три уровня я надеюсь что сейчас сейчас нам откроют уже что-то интерес кстати level 2 базовая скорость блин стрёмно что тут базовую скорость ребят вам доступен новый район пиратская логово супер давайте смотреть на него джоб неплохо для новичка просто замечательные находки думаю тебе пора попробовать кое-что посложнее как насчет пиратского логово справишься конечно понимаю звучит шутка на это просто название такое окей дед давай разберемся вот сюда прикольно пиратское логово обордашь вперед за добычей чего знаешь когда на у меня не было учеников тут вообще довольно одиноко да расслабься ты ну вот в общем так пиратском логово и просто обязаны быть какие-нибудь клады смотри в оба ох да и погляди насчет скатов а они конечно беззайбинные но все таки родственники близко подпускать их не стоит окей брат близко не подпускаем никого нажимали кнопку мыши и погружаемся все ребятки загрузочка самые раны свит а самые ранние средние очень жаль что мне отменили субтитры пиратской логово пищали известное место где морские разбойники золотой бег пиратство давно прошла на селе устремленных водоискателей до сих пор находят сокровища окей медузы есть это уже новый уровень реального истину этих кто ты такой дельфинчики блин класс дельфин это супер давайте начнем с от этого места она меня привлекает очень сильная это морская звезда просто морская звезда ну чертовски интересно конечно погнали собираем 10x подают это как за ракушку прошлом месте окей че еще и вижу интересного вот на таком расстоянии пока особо ничего не вижу это просто кораллы просто кораллы вау черепаха просто бомбезная посмотрите на нее как же здесь все красиво в этом подводном мире потрясающе еще одна морская звезда пока сокровищ не вижу вижу только морских звезд хорошо соберем морские звездочек я уже прилучился с управлением немножко понимаю что не стоит гасать сильно здесь ничего нету ничего нету здесь надо фонариком пользоваться было бы неплохо да я думаю еще какая-то ракушка просто лежит ну мы собираем чтобы нам давали экспириенс и нам открывались новые локации хорошо дам еще ракушка и ракушки неинтересно мне интересно клады какие-то искать да он морская звезда еще одна кстати да что то есть явно тут что то есть явно прям вообще сто процентов видите как медленно мы плаваем давайте включаем фонарик поплывем по вот этому вы пространству немножко вот так вот покрутимся повертимся это просто ракушки пока и морские звезды особо ничего прям интересного мы не находим ну ничего ладно блин я вроде аккуратно плыл за рот а мне кажется что таких местах сокровища бы и затерялись на самом деле особенно если без сундука без какого-то да было бы вполне себе логично хорошо пока ничего такого не вижу просветом тоже ничего сканер у нас не сильно далеко то и работает если так подумать да ребят окей здесь надо поплавать что-то поиска это самом деле это вполне вполне себе логично вот вижу пока просто ракушек вот эта рыбка кстати что с ними тихо 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 почему она зеленая может надо ловить рыбок у меня неплохо от этого кстати мне я нормально себя чухаю в этом вот он пространстве где-то где особо ну походно по сути в четырехмерном измерении нам можем принц любого направления вверх вниз 4d погружение странно было бы если я ударился ребята вроде чувствуешь что ли вес и все такое да ребят чувствуешь размер нашего дайвера пока просто ракушечки собираем ничего интересного нету хотя ладно чуть-чуть поплаваю быть неинтересно будет интересно вместе что-то найти на самом деле негодяи 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 какие-то негодяи а кто негодяи-то ладно я вижу какую-то ракушку просто а это да не то не то вон морская звезда тут надо исследовать прям исследовать на самом деле но пока собираем просто морские звезды радуемся жизни на самом деле больше что-то происходит декомпрессия декомпрессия до компрессия компрессия так тихо я всплываю я всплываю мне неплохо реальную я реально умираю почти третий уровень апнули хотя на роду еще раз и найду что-то интересное и покажу вам во время второго погружения ребят у меня вот высадила сразу возле этой до мачты корабля и знаете что а ведь правда типа если подумать возможно нас сразу здесь это да высадила так ребят я понимаю что с декомпрессия происходит скорее здесь глубина очень большая да ребят надо становиться на 15 метров вот так вот чисто да и поставить подождать все хорошо уже все нормально чуть помедленнее просто погружаться я вижу просто еще сокровища хочу собрать чуть-чуть медленнее погружаться эти нюансы которые стоит учитывать на самом деле есть что супер классные мы подобрали прям вообще супер золотой кубок тихо-тихо-тихо пяти компрессия сейчас подымай 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 слишком большая глубина золотой слиток мы нашли кстати вот скаты которых нас предупреждали да вот они нормально лишь макей ракушку подберем тогда давайте слушайте ну уже что-то интересное мы нашли все таки да мне кажется это не основные прям сокровища сокровища до которые здесь были если просветим то мы что-то увидим а вижу вон вижу вон какую-то штуку поэтому надо нырнуть подобрать и всплывать сразу тоже золотой слиток еще один хорошо хорошо смотрим все вокруг и вроде чего нету а я думаю что стоит нам оплыть как-то красивенько вот здесь и посмотреть под этим камушком да ничего нет такого от есть скат стремная штука уходи уплывает тихо урона чего-то я получаю урон непонятно чего урод получаешь слишком большая глубина наверно еще одна морская звездочка и особо синить за них не хочется рисковать play до вот так аккуратненько и подобрали и все нормально в принципе отлично ладно давайте оплывем вот этот камень по кругу возможно здесь что-то есть возможно и нету вроде как ничего я прям не вижу так если поверх болен я знал что мы врежем все не смог законтролить но мы за карту выплываем сейчас нам это не на блин нам это не надо он среди пускал красивый на самом деле догад покажу вам еще раз медленно происходит до декомпрессия потрясающих красивый так я всплываю потому что мне плохо мне конкретно плохо не сам были ли это все сокровищные локации но возможно нам сейчас откроют еще одну потому что 3 уровня отлично нас какие-то еще кирка можно откалывать пробы минералов от крупных камней хорошо и базовая дальность сканера увеличенная это вообще супер давайте выход главное меню сделаем возможно главное меню нас сейчас ждет что-то крутое нет локация закрыта нам надо чистить не менее 50 процентов загрязнений предыдущем районе и собрать не менее 50 процентов предыдущем районе кстати насчет того сколько процентов мы собрали и все такое здесь нигде к сожалению не пишется окей давайте рассмотрим что такое кирка да вообще типа и хочу еще рассмотреть ребятки он мне интересна тема с тем как кирка да что такое кирка конечно же и что такое чистка загрязнений я не находил некие загрязнения покажется и интересно будет посмотреть на это окей продолжаем нам опять рассказывать за район за это все я пропущу все мы здесь так забрать предметов 50 процентов это все понятно вполне себе логично насчет сбора предметов это не проблема на самом деле например эту ракушку мы сейчас дёрнем с собой отлично кирка насчет кирки мы можем как кирку брать в руки я понятия не имею еще урон получаем еще декомпрессия началась у нас декомпрессия начинается как я боюсь то что у нас есть баллон да и наш баллон так сделан что если мы на слишком большую глубину ныряем мы начинаем получать дэмидж потому что давление воды давит на сам баллон и воздух начинает слишком быстро истощаться то есть уходить из баллона что насчет загрязнений никаких загрязнений абсолютно ноль никаких загрязнений нету так вообще должны выглядеть загрязнений нам никаких примеров показали ничего такого только ракушки вот видны отлично так у меня села эта штука на перезаряжается или нет вообще да она перезаряжается хорошо эти настройки управления хочу посмотреть еще раз управление вот например кирка до фонарик сканер достать убрать оружие это икс нож лечебный луч опугывающий луч щечек предметов нож фонарик сканер нету здесь ничего такого прям ребятки не понимаю как киркой пользуются возможно нас тому учили бы дальше по сюжету вот насчет загрязнений да ребят склад у меня напугал боже мой мистер скат ади красавец кто не знает у скаты на хвосте находится опасный шип очень много ядовитых скатов есть кстати они водятся везде даже в черном черном море у нас есть карты да и этот шип он ядовитый не у всех скатов смертельные ядовитые да там или какой-то супер опасный там проблема скорее в другом ребят там скорее проблема в том что сейчас получаем урон думаю загрязнение возле корабля где-то там проблем просто скал у ската на от этих колючках да у него на хвосте находится с очень опасной штуки боже он может меня захавать интересно смотрите какой красивый потрясающе красавец он меня просто двигает я ему не нравлюсь я ему явно не нравлюсь а ну погнали искать загрязнения вот наш корабль это загрязнения кто-то видит абсолютно не вижу только скатов не отвечает красным а я не только красным складом отвечает а ладно я сдаюсь что ж ребятки всем огромное спасибо за просмотр надеюсь вам понравился игрушка мне было интересно не поиграть на самом деле не знаю насчет полного прохождения только в том случае если вам реально очень понравится игра но с вами был антон всем отличного дня хорошего настроения и до новых встреч пока пока ребятки